Суббота в Центральном парке выдалась яркой, многолюдной и все благодаря ставшему уже традиционным празднику семьи, любви и верности, который отмечается в День памяти святых Петра и Февронии в России уже 15 лет. Вот это настроение, лето, природа, оформление соответственное, да, вот вы видите, сколько здесь молодежи, сколько здесь уже людей, проживших, я так понимаю, по полвека в семейной жизни. Всех поздравляю с праздником, с Днем семьи, любви и верности. Желаю всем, у кого есть семьи, сохранить надолго их, всех, кто мечтает соединить судьбы, чтобы у них тоже все получилось, и счастье, и любовь, и дети. Старт празднику дал парад невест. Семь очаровательных участниц подошли к конкурсу креативно, представив семь разных образов. Нина Богданова хранит свой свадебный наряд уже семь лет. Говорит, счастлива о возможности вновь надеть белое платье. Видимо, так распорядилась вселенная, как сейчас можно говорить, потому что я его продавала, но оно не продалось, и вот выдалась возможность еще раз в нем побыть. Сегодня надевая это платье, о чем думаешь, о чем вспоминали? Эмоции, конечно, такие, что это же очень важно для каждой девушки, и они переполняют, и это, конечно, приятные, теплые воспоминания, это волнительный момент, собственно, как и сейчас, я волнуюсь, так же, так же, как и тогда волновалась. Галина Зимонина смотрела на участниц парада и вспоминала пору своей юности, когда сама была невестой. Ох, как давно это было! Как это было в советское время, когда у нас, говорится, ничего такого особенного не было, мы сами шили эти платья, и, помню, по талонам покупали еще эти туфли. Ой! Необыкновенное настроение в этот день витало в Центральном парке. Гости праздника участвовали в мастер-классах, особенно интересно было детям. Символ Дня Семьи, Любви и Верности рисовали, вырезали и даже из ромашек составляли букеты. Хотели символ простой, понятный народу. Ромашка – это очень простой цветок народный, и он очень символичный. Центр желтый – это солнце, это тепло, это очаг, семейный очаг. А все лепесточки, которые вокруг, это члены семьи, даже, можно сказать, семейного клана. Символ сегодняшнего праздника – ромашка. Цветок простой, скромный, но в то же время он символизирует любовь и верность людей, которые однажды связали свою жизнь. И такие цветки сегодня в руках у многих гостей праздника. Всем женщинам желаю больше все-таки быть семьей, обращать, конечно, на свою семью, потому что, как говорится, лично всегда вперед, да, чтобы дети были здоровы, одеты, чтобы муж был всегда в ласковом, ну, чтобы в семье было тепло, светло, радостно. Всех поздравляю с праздником, желаю всего-всего-всего-всего. У меня самой уже 53 года, как я, вот, в браке с мужем, которым училась в одном классе. Поэтому я желаю, главное, уважения, понимания, терпения, уступчивости, любви и ласки. Милана пришла на праздник с дорогими ее сердцу людьми – дедушкой и бабушкой, и призналась в любви каждому в своей большой семье. Я люблю их, потому что они меня родили, забочатся, и просто люблю, да? Праздник продолжился на главной сцене парка. Здесь честовали семьи – тех, кто прожил в браке долгие счастливые годы. Приглядеться супруги до удивительного бывают похожими друг на друга спустя столько лет жизни вместе. Многодетные семьи, в которых в 2023 году родились, только подумать, пятые и шестые по счету дети, тоже стали виновниками торжества. Семье Гермалаева Евгения Древняя и Гордееву Евгению Владимировичу. Что такое семья? Это понятие очень многогранно, и это не только любовь и верность. Это и дружба, и понимание, и сотрудничество, и многое другое. На сцене из кирпичиков был построен Дом мечты, и все песни тоже были посвящены теме семьи. Праздник продолжался до самого вечера, став для каждой семьи незабываемым событием этого года. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.